Банк России рассматривает возможность ограничения максимальной доли доходов заемщиков, которую они тратят на обслуживание своих кредитов. В настоящее время представители регулятора обсуждают возможность введения нового показателя, отражающего отношение долга заемщика к его доходу. Здравствуйте, в эфире программа «Продокс» в студии Александр Векер. И сегодня мы попытаемся разобраться, в чем причина волнений на кредитном рынке, почему Центральный банк обеспокоился положением граждан, которые взяли или собираются брать кредиты. У нас в студии президент Ассоциации Российских банков Горгин Тасунян. Здравствуйте, Горин Ашотович. Добрый день. И председатель правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Добрый день. Ну и вы, уважаемые слушатели, также можете поучаствовать в программе. Традиционно мы готовы вас выслушать по телефону 65 10 99 и 6, код города 495, либо пишите нам в интернет финам.фм, страничка «Парадокс». Итак, почему все-таки ЦБ желает отрегулировать нагрузку, а, например, не банковские ставки и отношения банков с клиентами? Горгин Ашотович, пожалуйста, почему так? Понять Центральный банк можно, потому что он отвечает за стабильность, он регулирует в этом смысле финансовый рынок с точки зрения именно его устойчивости и высокая динамика потребительского кредитования, которая стала наблюдаться за последние пару лет, особенно в прошлом году, когда другие показатели были на довольно низком уровне, тем не менее рост потребительского кредитования составлял 39,4% за год. Это очень опасный рост на самом деле, да? Вы знаете, я не считаю его пока очень опасным, потому что общий объем доли кредита в общем объеме нашей экономики, к ВВП или к другим показателям, ну, не такой высокий, как должен быть. Мы на стартапе все-таки находимся, хотя нулевые годы эта динамика была и стопроцентной в год, и тем не менее мы только-только дозрели до меньше 10% от ВВП у нас. Тогда почему об этом сейчас стали говорить? Почему можно вводить вот эту долю? Но динамика, динамика высокая, и невозвраты особенно с учетом... А, то есть невозвратов больше стало? Невозвраты, они тоже растут, но, кстати, очень с большим отставанием от общих объемов. То есть если в прошлом году на 39 с лишним процентов выросло до объема кредитования потребительского, то просрочка выросла всего на 13%. Так что Центральный банк беспокоит то, что в общем доли затрат людей за последние 6-7 лет вдвое увеличилась. Да, на бюджет семьи увеличилась. И, конечно, просто так ждать, когда она станет очень большой тоже нельзя, тем более, что это средние цифры. Допустим, она увеличилась по ряду оценкам экспертов там с 5,5% до 12 с лишним процентов. Но это среднее по населению. Я видел 17%? Среднее по населению. Ну, я беру данные, которые там агентство Секвейра кредит давало. Ну, разные оценки могут давать, разные цифры, но это все равно усредненное. То есть для тех, кто несет большие риски с точки зрения того, что уходят в кредитование больше, а рост доходов их меньше, конечно, на них эта нагрузка может быть и 20, 30, 40%. То есть они уже в красную зону заходят. И как раз они вызывают беспокойство. Дмитрий Ильич, а вы как оцениваете такую инициативу? Возможно ли вообще контролировать каким-то образом доходы граждан и соизмерять их с возможностями кредитования? Ну, нужно сказать, что эта инициатива ЦБ – это самая безболезненная мера которую банк может предпринять, не затрагивая интересы банков. Потому что это, я согласен с вами, что это скорее, знаете, такое пожелание к банкам. Спрашивайте о доходах тех, кто к вам приходит. Это хороший шаг, потому что вот по нашему мониторингу, который мы делаем, по крупнейшим банкам России, только 26% из топ-20 при потребительском кредитовании, при самом массовом, самым выгодном для банков видом кредита, это не ипотека, которая сейчас не очень популярна, только 26% глубоко спрашивали потребителя о том, сколько он зарабатывает, на что он тратит деньги, на какие цели он берет этот потребительский кредит, какие его расходы, какая у него структура доходов. То есть банки эти вопросы стараются игнорировать, и ЦБ, по сути, нормативно сейчас предпишет им задавать эти вопросы. Но не просто ведь надо задавать вопросы, нужно и проверять эту информацию. Ну, они могут, вряд ли ЦБ установит обязательность требования НДФЛ-2, требует справку, установит что-то гибкое, что они должны будут поинтересоваться о доходах семьи, запросить данные из Бюро кредитных историй, если там что-то числится. Но мера, честно говоря, такая. Но и сейчас это происходит? Не всегда. Вот я же вам сказал о том, что четверть банков это делает, а три четверти лидеров просто выдают деньги, практически не разбираясь, в какой ситуации находится сейчас семейный бюджет. Я здесь не соглашусь, потому что, тем более в таких пропорциях, дело в том, что кредит к кредиту рознь потребительский. Когда речь идет, допустим, о серьезных потребительских кредитах. Нет, о 100 тысяч рублей. До 100 тысяч рублей, конечно. Нет, ну, конечно, когда мелкие кредиты, особенно экспресс-кредиты на мобильнике и так далее. Но они еще и самые дорогие. Они дорогие, но они более диверсифицированные, наименьший риск в себе несущий. А когда речь идет о таких потребительских кредитах, как автокредитование или ипотека, и более серьезные, то банк еще, наоборот, избыточную бюрократию устанавливает и выясняет все подноготную. И клиенты как раз в этом смысле жалуются, что слишком много информации. Правильно, речь идет о карточных, об экспресс-кредитах, и кредиты наличные. Это самые массовые кредитные продукты. Нужно сказать, что темпы роста потребительского кредитования в районе 40% наблюдались в среднем за последние 10 лет. И другое дело, что вначале это все было практически в режиме роста с нуля. Что было 10 лет назад? Не было потребительского кредитования. Был только русский стандарт, который первый пришел тогда. И всех научил, что такое экспресс-кредит и сколько он стоит, сколько он может стоить. Вот сейчас это 9 триллионов для 20% населения. Вот сейчас, понимаете, данные какие? Я согласен, Григорий Ашуточ правильно сказал, что в целом для экономики 9 триллионов у населения это не так страшно по отношению к ВВП. Но если мы посмотрим, какое соотношение доходов у населения идет на погашение кредита, этот показатель в два раза выше, чем в развитых европейских странах. Почти 20% доходов, это в среднем, это вот Григорий Ашуточ сказал, какая-то семья платит 40, в среднем 20% доходов идет на погашение кредита. Это уже очень высокий показатель. Но по правилам не больше 30 должно уходить. 30 это... На самом деле 20% это не высокий показатель. Это не высокий показатель. Как раз это нормальный показатель. Все, что выше 30, насколько я понимаю. За рубежом в том числе, за рубежом и 30-40% бывает. Нет, 30-40% это уже сигнализация, это уже... Пора завершать. 20% это критический показатель. Он требует вмешательства государства. Методы вмешательства могут быть разные. Мягкий метод, который предложил ЦБ, твердый, жесткий метод, это тот, который был предпринят 900 лет назад. Кстати, именно в этом году мы отмечаем 900-летие борьбы с ростовщичеством в России. Потому что 900 лет назад Владимир, который потом стал мономахом, издал закон, который ограничил предельную ставку. Потому что он отмечал, что 50% роста в год. Это же какая дикая ставка. И ограничил ростовщиков. Так что у нас в этом году мы должны отпраздновать 900-летие, так сказать, первых мер, предпринятых в отношении кредитования. Правда, он это принимал на фоне погрома ростовщиков. То есть это было уже последствия... Слушайте, на банке те же ростовщики современные. Если так посмотреть... Нет, Геннадий Шортович не согласится с этим. Я тоже скажу с ним. Видно, что это не так. Это не так. Мы поспорим еще по этому поводу. Но, тем не менее, вот я напомню нашим слушателям. 65 10 99 6. Это телефон, по которому вы можете позвонить, код города. 495. Вы также можете написать нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Уже есть телефонные звонки, уже приходят сообщения на наш сайт. Но я так полагаю, что лучше мы отложим разговор, например, с Антоном, который ждет на линии, после новостей, поскольку мы просто не успеем даже его выслушать. Напомню, что сегодня мы говорим о намерении ЦБ установить предельный уровень долговой нагрузки на граждан. Центральный банк намерен установить предельный уровень долговой нагрузки на граждан. Это тема нашей сегодняшней программы. У нас в гостях президент Ассоциации российских банков Грегин Тасунян и председатель правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Телефон 65 10 99 6, код 495, либо пишите в интернете финам.фм, программа «Парадокс». Давайте послушаем господа Антона, который ждет нас еще с первой части программы. Антон, здравствуйте. Добрый день. Что вы хотели бы нам сказать по этому поводу? Ну, я бы хотел вначале немного откомментировать про объем 9 триллионов рублей. Это очень и очень много. У нас, скажем так, экономика не производящая. И это почти 300 миллиардов долларов, которых минимум 60 миллиардов надо ежегодно платить. Это очень большие деньги. Так. А вопрос какой у вас? Вопрос такой, ну, немного не совсем в туму. Могли бы гости откомментировать ситуацию на рынке Репо. Еще раз подождите, Антон. Ситуация на рынке Репо. Ага, все, спасибо, понятно. Спасибо, Антон. Григорий Нашутович, откомментируйте, может быть, вопрос сначала. Знаете, я не понял вопроса, поэтому я не знаю, что происходит на рынке Репо. Ситуация требует отдельной программы с другими гостями. Но, тем не менее, 9 триллионов рублей, я тоже считаю, что это очень много для нашего долгового рынка. Вообще, сейчас мы отметили, что фиксируется рост долговой нагрузки на граждан. И, на мой личный взгляд, это прямая вина тех же банкиров и властей, которые посадили народ на эту иглу долговую. Обещав экономический рост, люди в большинстве своем экономически безграмотные, или, по крайней мере, не понимали, чем все это может закончиться, и будет ли вообще действительно этот рост. Мы уже не говорим о том, что рост доходов, так же мы не наблюдаем, стремительный. Поэтому, почему нужно решать финансовые проблемы государства именно за счет граждан? Я не совсем понимаю вообще саму тональность. Почему это преподнесено, как посадили на иглу? Но это так оно и есть. В том, что вообще кредитование – это один из инструментов развития экономики и стимулирования экономики. И потребительское кредитование, действительно, если вас больше устраивало, когда в начале нулевых годов его вообще не было, то я не думаю, что для нашей экономики это было благом. И, наоборот, что злом является то, что мы очевидны и очень важны. Злом считаются очень высокие ставки, на мой взгляд. Высокие ставки – другая тема. Они сумасшедшие высокие. Нет, извините, это та же тема. Это та же тема потреб кредитования, но не тема, связанная с тем, что сегодня якобы потреб кредитования – это какое-то зло, а в результате то, что Центральный банк теперь вынужден, ничего не вынужден, а нормальная ситуация. Развивается сегмент рынка, достигает серьезных масштабов. Регулятор вполне разумно предлагает некоторые варианты, причем не административного регулирования, когда отсекаются абсолютными процентами, не выше такого-то, а говорят, что давайте соизмерять с возможностями заемщика. И в этом смысле не просто они будут рекомендовать, а они будут отслеживать. В случае, если вы не будете следовать этим рекомендациям, то надзорные требования по резервированию будут более высокими. Сейчас получается, что банки нарушают таким образом? Пока они ничего не нарушают, потому что нет таких требований. Я понимаю, но, скажем так, логику процесса выдачи кредитов. В каком-то случае, да. Получается, они заведомо идут на то, чтобы люди брали деньги, не соизмеряя свои возможности. В некоторых случаях действительно можно. Тогда это вина банков. Здесь нет вины. Как? Здесь, вы понимаете, это неотъемлемая часть бизнеса, когда вы не всегда учитываете всю совокупность. Государству для того и нужно, чтобы, когда возникают соответствующие риски, то государство включает свои надзорные регулятивные функции, чтобы эти риски минимизировать. А вы при этом всегда будете ориентироваться на то, чтобы, если этот сегмент очень доходный, а потребительское кредитование сегодня действительно одно из наиболее доходных направлений банковского бизнеса, не только в нашей стране, но и сейчас после кризиса во всем мире стало одно из самых таких эффективных направлений. Государство говорит, вы знаете, вот здесь надо чуть-чуть быть поаккуратнее. Мы, наоборот, возражаем, спорим и аргументированно спорим, потому что применительно к нашей ситуации надо понимать, что не все доходы реально сегодня видны. Ну, тут вопрос... Понятно, что в регионах в основном в конвертах получают зарплаты. Нет, 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 опять же, не конвертность. Вы это имеете в виду? Есть достаточно теневой, но полусектор, который, да, который, в общем-таки, дает возможность гасить свои кредиты, в том числе и из дополнительных ресурсов. Мы же с вами прекрасно понимаем, что можно нарисовать доход, сделать... Все можно нарисовать, если очень сильно нужны деньги, можно все что-то сделать. Если исходите из того, что можно нарисовать, можно подкупить, можно обмануть, то мы же говорим о ситуации, которую мы можем регламентировать и можем прописывать. Поэтому, если исходите из того, что может и кирпич на голову упасть, и, в принципе, все, может быть, жуликами окажутся, ну, это не тот разговор, в рамках которого надо. Нет, почему? Это тот разговор, потому что тогда, вот на мой взгляд, если возникает проблема, да, с возвратами кредитов, тогда нужно ужесточить выдачу этих кредитов. Не надо ужесточать. Почему? Наоборот, надо в этом случае не допускать принятия законодательства либерального о персональном банкротстве. Что и произошло. Закон, который был внесен по указанию Медведева... Он еще не вступил в силу. Так нет, не то, что он не вступил, его приняли в первом чтении версии, которая была согласована всеми. Она была крайне дружелюбна к заемщикам. То есть банкротом мог объявить себя любой с долгом свыше 50 тысяч рублей. С любым, нет. Сам себя объявляешь с долгом. Хорошо, ну там 50 тысяч хотя бы было. В Канаде минимальная зарплата, 2000 долларов канадских. То есть любой человек в Канаде с минимальной зарплатой может войти в банкротство. Не надо было нанимать управляющего, юриста, посредника. И тебе оставляли квартиру. Что сделали лоббисты? Они не допустили принятия во втором чтении закона, в концептуальном. И сейчас разработали поправки, которые этот закон выворачивают наизнанку. Вход в банкротство от 300 тысяч. Тебе навяжут услуги посредника, который будет получать 30 тысяч рублей в месяц. Если ты дал банкротство. 30 тысяч, 10 тысяч единоразово, пока. Да, кто будет платить эти деньги. Да, естественно. Поэтому банкротство убили. Поэтому я считаю, пока нет закона нормального о персональном банкротстве, потребительские кредиты это зло. Потому что людей, вы правильно сказали, выставили им ценник достаточно дорогой. Да, стоимость кредита. И во-вторых, им не дают шанс в случае, если они попали в сложную ситуацию, списать долги. Плюс еще у нас нет законодательства, которое бы регламентировало деятельность коллекторов. Поэтому вот эта ситуация, когда ты, поддавшись рекламе, берешь этот кредит под 50% годовых, начинаешь платить, понимаешь в случае потери работы, что ты его не тянешь. Ты практически в России не защищен. В отличие от Европы, от США, от Канады, от Австралии, от других стран. Но ЦБ последовательно реализует стратегию банковского сообщества. Нет регулирования, то регулирование, которое предлагается, оно щадящее. Вот именно об этом мы сейчас и говорим. То, что предлагает сейчас ЦБ, это нулевой эффект. Потому что альтернатива была такая, сказать, что все кредиты свыше 40% годовых в России незаконны. И тогда этот сектор начинается измерять, стоит ли ему выдать 3 кредита под 120 годовых или выдать 1 за 39. Но точно этот человек будет платить. А эти трое, риск выше, мы им вообще лучше не дадим. Они пошли по пути, который больше устраивает банкиров. Дмитрий, можно я вам возражу? Пожалуйста. Потому что, во-первых, я сразу хочу обратить внимание на то, что как раз проценты свыше 30, тем более 40% это вопрос вообще не к банкам. Как раз ввиду того, что есть дефицит банковского кредитования, в силу ряда объективных и субъективных факторов, сложно взять кредит, потому что у банков ресурсов не хватает на достаточно еще более динамичное развитие этого сегмента. И появляются альтернативные структуры, микрофинансовые, совсем даже не микрофинансовые, а теневые сомнительные структуры, которые выдают вот за эти 40, 50, 60 и за 100%. В месяц, в месяц. Нет, нет, ну ладно, ну ладно. То есть, ну есть 3 банки, да и банки выдают тоже, если посчитать, то там до 49, до 50% доходят. Значит, я мысль завершу. Ну так вот, вопрос в том, что чем больше мы пытаемся зарегламентировать тот поднадзорный, регламентированный, понятный и достаточно прозрачный сегмент, тем больше мы выталкиваем в другую нелегальную сферу. Поэтому Центральный банк в данном случае как раз ведет себя вполне разумно, не пытаясь административно отрегулировать, а создавая экономические механизмы. И банки в этом смысле отнюдь не являются не только расставщиками, но не являются объектом для критики. Потому что, если мы хотим бороться с чем-то, связанным с расставщичеством, то мы как раз должны бороться с тем сегментом рынка, который предлагает эти высокие проценты на непонятных принципах, нерегулируемые, совершенно неподнадзорные. И вот это другая действительно очень важная тема. А высокие проценты являются все равно, даже 15-20% это высокие проценты. Очень высокие. И эти проценты действительно являются предметом нашей озабоченности. И, наверное, вы знаете, что сама Ассоциация Российских Банков поставила вопрос, в том числе и когда была встреча с президентом, что, конечно, нужно создать экономические условия для снижения процентной ставки. Мы заинтересованы в увеличении оборотов и снижении процентной ставки. Мы заинтересованы в объеме в большей степени. Конечно, в объеме, в обороте. Объем принесет нам доход. Конечно. И мы заинтересованы в эффективном заемщике, который имеет хороший бизнес и физическое лицо, которое имеет хорошие бытовые условия. Да. И, кстати, очень много сделано. Поэтому можно преподносить все в негативных тонах. А можно вспомнить, что у нас создан Институт кредитных историй, который, кстати, существенным образом эту культуру поднял на другой уровень. У нас создан Институт финансового омбудсмена, пока не законом регламентируемого, но Ассоциации уже скоро три года будет, как функционирует Институт омбудсмена. У нас созданы соответствующие регламенты по работе с потребителями. У нас законопроект не только о банкротстве физических лиц, а о потребкредитовании законопроект тоже готовится сейчас. Мы продолжим буквально через несколько минут. 65 10 99 и 6 – это наш телефон, код города 495, сайт финанс.фм. Пишите. Мы сегодня говорим о намерении Центрального банка установить предельный уровень долговой нагрузки на граждан. У нас сегодня в гостях президент Ассоциации российских банков Грагин Тасунян и председатель правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Я бы хотел все-таки понять еще такую вещь. Мы очень часто говорим о ставках по кредиту. Мы сейчас услышали до новостей вашу точку зрения, Грегина Шотович. Но, тем не менее, банки покупают, приобретают эти финансы на рынке по какой ставке? Восемь с четвертью? Да ну, Господь. Ну, а сколько? Вообще-то это зависит. Вот депозиты они у вас покупают за 8%? Нет, депозиты сейчас около 9%. А это основной источник? 11% есть. Во-первых. Во-вторых, депозиты это у физических лиц. Есть депозиты юридических лиц. Есть, соответственно, рефинансирование со стороны Центрального банка, допустим, по тем же сделкам Репо, о которых коллега пытался задать вопрос, но я не понял, в каком контексте. Но по сделкам Репо, по определенному ломбардному списку и дешевле 8%. То есть, вообще, цена ресурса на уровне до 9-10% для банков. Но тогда почему у нас такие дорогие кредиты? Подождите, но вы знаете, что кроме того, что я плачу за привлечение ресурса, я должен часть этих средств зарезервировать, я должен соответствующим образом обслуживать всю свою деятельность, и это операционные расходы еще пару процентов, вот если ГОВА взять, да, я у вас привлек за 10%. Вы хотите сказать, что за рубежом другая технология приобретения? Нет, та же технология. А почему там дешевле? Потому что там надзор, регулирование, соответствующее сопровождение своей деятельности гораздо дешевле обходится. И судебные издержки, в случае, если вы оказались жертвой мошенничества или жертвой недобросовестного заемщика, то вы там реально можете воспользоваться правоохранительной системой, судебной системой, государственной защитой, рефинансированием, гарантированным. А у нас вы на все это еще, мы любим говорить только о легальном сегменте, а есть еще и полулегальный сегмент, для того, чтобы возбудить уголовное дело, вам придется путь соли съесть, для того, чтобы, соответственно, в суде добиться какого-то решения, придется годы ждать, пока вы своего... Это же не 100%, практически 100% от суммы покупки, даже больше. Что 100%? Но я имею в виду, что очень большая маржа, То есть это... Какая очень большая? Вот маржа при уровне стоимости... Ну от 9, мы говорим, да, процентов, и 40, но это разница-то есть? Нет, ну подождите, подождите. Дело в том, что 9 и 40, это совершенно неправильное сопоставление. Эти 40, еще раз я повторяю, не банковские проценты, и эти 40, если и существуют в природе, то составляют маленькую толику от общего объема кредитования. Вы взяли отдельно выдержанный факт... Нет, подождите. Вы возьмите 10 и 15, допустим, средний уровень по... 15, это 50%. Нет, по сути, 15, это у некоторых банков цена ипотеки. Давайте говорить откровенно. Ипотека ниже 13 в России нет. Вообще нет, даже да. Есть. И 11 есть. С учетом страховки, если мы плюсуем... И первоначалый взнос, да, который будет составлять от 50%. А вы возьмите сначала к этим 10, прибавьте резервирование, эти 10 превращаются уже в 11-12, потом вы прибавьте издержки, а содержание это также вы из Запада сравниваете, да, пропорционально к этому, если на Западе... Слушайте, ну, когда в Германию приезжаешь и узнаешь, что там кредит от не больше 3%, а то и ниже бывает... Да, но в Германии... И наши 15... А депозит какой там? А депозит какой? Один. Вот. То есть в 3 раза... На 2% и живут. Вот на 2% и живут. То есть вы за 1 привлекаете, и в 3 раза больше процент по кредиту. Мы за 10 привлекаем, и в 1,5 раза больше по проценту. Германии живут за 2%, у нас за 20%. Да, да. Цена жизни дороги. У меня такое впечатление, что мы все гонимся за сверхприбылью, причем сумасшедшей, а ее не может быть уже в природе, другая экономика, все уже. Слушайте, модель была очень понятная. Модель была экстенсивная. Выдавать кредитов кому не по подя, заложить невозвраты в ставку, не допустить регулирования деятельности коллекторов, не допустить принятия закона о персональном банкротстве, который бы позволял горемыкам выходить из долга. И эта модель дала результат, при котором сейчас уровень, как я уже сказал, в доходах, расходов на обслуживание кредита 20%. Почему это много? Потому что 50% из семейного бюджета – это продукты питания. 15% – это услуги ЖКХ. Одежда. Все остальное – транспорт 5%. И получается, что если показатель у тебя уже 20%, у тебя средняя зарплата 25 тысяч, получается, что ты живешь уже на грани деградации. Все замечательно, все прекрасно. И у меня, судя по тому, что сейчас озвучивает ЦБ, ощущение, что, как сказать, тяжесть проблемы они не осознают. Потому что то, что предлагается… Да. Представьте НДФЛ-2. Хорошо, на момент выдачи человек предоставляет НДФЛ-2. Ему открывается кредитная карта. Через полгода он теряет работу. Он теряет работу, но при этом кредитный лимит… Вы обязаны прийти и сдаться. Вы должны проинформировать… Да, да. И банк вам скажет, гаси срочно кредит. Вы оценили свои риски, когда брали кредит? Нет. Гасите по любому. Гасите срочно. И защите деньги. Вы знаете, конечно, можно немножечко… Не обижайтесь, но очень наивный уровень обсуждения по той простой причине, что, конечно, если есть изначально негативный настрой, если есть вот этот элемент банкофобии, что все, что связано с кредитованием, то можно преподносить… Вы абсолютно правы, когда пытаетесь понять структуру формирования высокой кредитной ставки. И вот в этой структуре надо понимать, что одним из очень важных элементов является базовая дороговизна рефинансирования и стоимости ресурсов. И очень важным элементом являются те риски, которые банки несут. И банки эти риски, безусловно, перекладывают на конечного потребителя, как и любой производитель всегда на конечного потребителя. И в этом смысле, когда мы говорим, давайте мы банкам еще больше увеличим резервирование или еще больше на них наложим ответственности по несанкционированному списанию, там, с кредитных карт или в интернете, то мы не понимаем, что в конечном итоге, если мы не будем работать в сторону усиления как раз деятельности правоохранителей, судебной системы, более прозрачного контроля за этой деятельностью, а не путем повышения нагрузки на банки, то мы не будем снижать процентную ставку, а мы будем заставлять добросовестных участников рынка платить за недобросовестных. Произошло несанкционированное списание. Банк, соответственно, вынужден в однозначном порядке платить без разбору, независимо от обстоятельств. Он эти отразит в процентной ставке или просто закроет эту программу? Горгий Ашотович, несколько лет назад, когда тоже у президента и премьера возникали вопросы по поводу того, почему такие высокие ставки, банкиры в один голос говорили, у нас высокий уровень инфляции. Инфляцию вроде приструнили, даже снизили. Тем не менее, ставки не упали. Они вообще не упали. Независимо даже от того, что произошел этот кризис финансовый и так далее, вроде как стали восстанавливаться. Тем не менее, все равно ставки остались на прежнем уровне. То есть все вот эти программы, которые большие банки пытаются сейчас нам предложить, ставка 8%, но там 50% взнос при ипотеке, понимаете, это все игра в пользу бедного. Поэтому, понимаете, мы не со злостью смотрим на банковскую систему. Мы хотим понять, почему. Поставили задачу, выполнили, но банки не пошли навстречу. Я сто раз приводил. А теперь что? Я сто раз приводил. А теперь нам нужно судебную систему привести в порядок, еще какую-то систему. Много раз приводил. Нет, нет, то, что судебная система является очень серьезным препятствием для развития вообще бизнеса, для развития конкуренции, это вообще не осваивно. Но это другая тема. Так вот, сейчас я хотел напомнить очередной раз канадский способ решения проблемы по ипотечным кредитам и по доступности его для малоимущего населения. Значит, когда они создали систему страхования и гарантирования для тех, кто... Государственную систему. Для тех, кто первый раз берет кредит из малоимущих слоев для того, чтобы свое жилье приобрести. Так вот, там банки в очередь выстраивались, потому что при стопроцентной гарантии государства для малоимущих однократная гарантия, банки заинтересованы были по самой минимальной стоимости выдать кредит, потому что знали, что это точно обеспеченный... Даже если он не сможет отдать... Даже если он не сможет отдать, но с доходов 25 тысяч рублей в России вообще ипотека не может быть. Если у тебя доход 25 тысяч рублей сейчас, средняя зарплата в России 25 тысяч рублей. О какой ипотеке мы для этих людей говорим? О какой? Имеется в виду при нынешних ставках. При обслуживании. Он может занять, имея 25 тысяч рублей дохода ежемесячно, он может занять 1300 в год. На 1300 в год он может себе купить хорошую палатку с обогревателем. Вы очень хороший пример привели, в смысле аргумент привели, потому что действительно дороговизна жилья является одним из очень серьезных тормозов в развитии ипотеки. И вообще, когда речь идет о общей политике высоких цен, вот это действительно бич. Но только почему-то мы высокие цены во всем остальном не замечаем, а вот проценты по кредитам ставим во главу угла. Да нет, мы все замечаем. Действительно, давайте поймем, а в чем причина вообще высокой цены? В любом сегменте, в том числе и в банковском. Первая причина – это в недостаточной конкуренции. Цена на любом сегменте рынка снижается только, когда конкуренция вынуждает тебя бороться за клиента путем снижения цены и повышения качества. Нет, ты услышишь, что есть с прозрачностью. Вот с прозрачностью я достаиваю на это. Безусловно. Вот ни на одном сайте российских топ-20 банков вы не найдете данных о эффективной годовой ставке. Несмотря на то, что у них у всех есть калькуляторы. Когда вы ищете ипотеку, вы не доходите до стадии подписания кредитного договора. Вы ищете предложение банков. Вот пройдя топ-20 по всем сайтам, вы не найдете для себя эффективную ставку по кредиту, которую вы выбираете. Кстати, к вопросу о конкуренции. А вы не проходите по топ-20. У нас 900 банков, и в этом смысле все, что у нас сводится, все сводится к топ-20. У нас топ-20 заемщиков съедают 60% всего кредитного портфеля. Потому что половина оставшихся банков сайтов нет. Сайтов нет. Вы повышаете издержки поиска информации до запредельных уровней. На самом деле, Дмитрий, наша серьезная проблема в том, что у нас маниакальная страсть к централизации, к укропнению. Значит, средний бизнес не может обратиться в крупный банк, потому что там он будет очень долго в очереди томиться, пока чего-нибудь получит. А в небольшой банк не может обратиться. Простые примеры. Там участие в госпроектах, получение гарантии. Он не может, потому что там его не будут рассматривать по абсолютному показателю. Он не подпадает. Такая государственная политика, что надо отсекать все по масштабу. Вот все, что ниже определенного масштаба, вызывает якобы сомнение и поэтому отсекается. В результате получается всюду конкуренция слонов вместо развития нормальной мощной конкуренции. И прозрачности. Мы говорим о том, что хотя бы топ-20 должны раскрывать реальную стоимость. Чтобы люди выбирали оптимально. Они говорят о том, что наша ставка такая-то, плюс это, плюс это, плюс это. А финальную часть ты действительно узнаешь при подписании договора, когда туда несколько раз сходишь. И понять на стадии поиска кредита вы не можете, сколько он на самом деле стоит. Продолжим через несколько минут. Предельный уровень долговой нагрузки на граждан пытается установить или, по крайней мере, намерен установить центральный банк. Об этом мы сегодня говорим. И вообще говорим о кредитах, о том состоянии, в котором находятся как заемщики, так и банки. У нас сегодня президент Ассоциации Российских Банков Горгин Тасунян в студии и председатель правления Международной конференциации общества потребителей Дмитрий Янин. У нас есть телефонный звонок от Александра. Давайте послушаем. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Да, что вы хотите сказать по этому поводу? Я хотел бы гостю вопрос задать. Какому? У нас их два гостя. Председателю. Да. Значит, такой вопрос. Какое соотношение между тем, что люди кладут на депозит и банки выдают? То есть, какое количество денег кладут на депозиты и какое выдают, кстати, к банке кредит? Я почему спрашиваю? Потому что банки-то они в основном деньги-то перепродают. Они говорят, что разница между тем, что в Европе положили один процент депозиты, а по три выдали, это на самом деле не совсем так. Потому что деньги берут обычного государства, центрального банка и просто перепродаются тупо. Поэтому банки стремятся получить свои проценты сразу вперед. То есть, они свою прибыль получили. Ну, а там уже как получится. Понятно, Александр. Понятен ваш вопрос. Спасибо за звонок. 65 10 99 6, код города 495. Звоните. Григорий Нашотович, сколько все-таки кладут и сколько выдают? Ну, депозиты физических рыц составляют на сегодня порядок 15 триллионов. Девять забрали, да. Кредиты потреб, кредиты там 80 небольшим, под 9 триллионов. При этом кредиты юридическим лицам составляют 21 триллион. Так что, кроме физических лиц, еще банки выдают кредиты юридическим лицам. Правда, от юридических лиц они также привлекают и депозиты. Но депозиты юридических лиц это примерно 10 триллионов. Поэтому, вот сколько берут, столько и выдают. Как раз центральные банки и другие источники не являются главными инвесторами и главными источниками средств. И поэтому коллега, конечно, который сейчас вопрос задавал, ну, явно пронизан опять вот этим вот банки. Берут и продают. Но, наверное, он считает, что они должны что-то дарить. Поэтому у него явное раздражение. Ну да, банки берут, продают, покупают. Вообще рынок построен на том, что все друг другу что-то покупают, потом создают свой товар и продают. Но для некоторых это заканчивается пятилетним сроком. Кто там берет и продает. Или не возвращает. Но есть еще, вот вкупу со всей этой проблематикой, сейчас обсуждается инициатива о запрете вообще преждевременного погашения кредита. Это так? Нет, это не так. Речь идет об ипотеке, о долгосрочных кредитах, чтобы в течение первого года, то есть в одной из версий законопроекта о потребительском кредитовании. Нет, на самом деле, понимаете, когда речь идет о довольно трудоемком виде кредитования, там наряду с этим предлагается период охлаждения. То есть когда вы можете в первую неделю или в первые 10 дней передумать и вернуть. Но если вы уже взяли, если вся эта процедура вашего обследования, взаимодействия, анализа, учета всех ваших там доходов, и с вашей стороны тоже учета условий, которые предоставляет банк, вы уже прошли, а потом через месяц пришли и говорите, возьми кредит обратно, это тогда приведет к еще большей процентной ставке, потому что такая трудоемкость будет заложена в процентную ставку. Поэтому законодатель предлагает... Пока это незаконно. То есть сейчас право погасить кредит досрочно у вас не ограничено. И все банки это соблюдают. Был такой тренд, появилась статья... Период такой небольшой. Да, появилась статья в законе о банковской деятельности. Здесь я подтверждаю, что все лидеры это соблюдают. Предлагается по ипотеке дать возможность банкам погасить издержки, связанные с выдачей кредита. То есть в течение года, если эта норма пройдет, ипотечный заемщик не сможет погасить кредит. Число таких случаев минимально, потому что если человек прошел... И берет долгосрочный кредит лет на 20-25, вряд ли он пойдет. Вряд ли он тут же пойдет гасить. И в принципе предложение разумно, здесь нет ничего страшного. Я надеюсь, что в этой части, если это будут касаться только ипотеки, это будет принято, потому что это не... А там ничего другого и не обсуждается. Да, там ничего другого и не обсуждается. Но на самом деле, когда мы говорим с вами о том, что центральный банк настолько заинтересован, чтобы урегулировать процесс кредитования, ввести этот предельный уровень долговой нагрузки на граждан, говорит ли это о том, что ситуация настолько накаляется, что по большому счету нужно говорить гражданам, граждане, не берите сейчас деньги в банках. Нет, это говорит о другом, что если у нас, допустим, динамика роста потреб кредитования за последние 7 лет была такова, что в какой-то момент у нас была динамика роста до 70% в 2007 году, потом в 2009 году провал в 11%, потом аккуратненький рост, который не опережал рост доходов, а начиная с 2010-2011 года пошло опять опережение роста кредитования по сравнению с ростом доходов, то только в динамике кроются риски, которые центральный банк должен превентивно отслеживать. Поэтому никакого криминала, ужасов, ничего на рынке нет, а есть понимание и превентивность предвосхищения возможных рисков. И центральный банк это всегда отслеживает, и банки эту часть тоже довольно серьезно. Вы знаете, за последние годы, вот в том числе за последние 5 лет, насколько увеличились требования банков к самим себе и к заемщикам. Они очень серьезно повысили планку требований к заемщикам. Ворчали на центральный банк, что это с его подачи, что там резервирование слишком большое, ворчали, а интегрально, говорят, все-таки портфель качественно улучшился. Потому что помните, одно время в 2008-2009 году речь шла о том, что вот сейчас 20% составит задолженность, вот сейчас крах кредитам. Нет, нет, показатели просроченные кредиты, по просроченных кредитам вырос. Это говорит о том, что качество портфеля ухудшилось. Нет, качество портфеля не ухудшилось. Процент дефолтов вырос, доля просрочек выросла. Значит, нет, нет, это не так. Качество портфеля за последний год улучшилось. Просрочка какая-то. Другое дело, что надо дифференцированно подходить. Действительно, есть ряд структур, которые, ну, банков, которые не отслеживали. И по отношению к ним как раз центральный банк применял довольно жесткие меры, включая отзыв лицензии. А в целом ситуация за эти годы реально стала намного... Это признают все участники рынка. И то, что мы восьмой-девятый год так относительно мягко прошли, вы понимаете, это недооценивать тоже нельзя. Ну, не надо все время голову пеплом посыпать и, ну, нагнетать вот истерию по поводу того, что вот все ухудшается и скоро... Нет, истерию не нагнетает. Например, меня больше всего в этой ситуации как бы интересует другой вопрос тоже. А в восьмом-девятом годах практически за счет бюджета мы спасли финансовую систему. Кто сказал, что за счет бюджета? Вы знаете, какие проценты... Откуда? Откуда же ледей есть? Объясню я вам. Центральный банк, кстати, тот же любимый центральный банк, за 19% по беззалоговым аукционам давал рефинансирование банкам. Что нас жутко возмутило, потому что, вы представляете, в период кризиса, когда Запад весь по 0% рефинансировал, мы по беззалоговым аукционам под 19% кредитовали банки, и банки всю эту сумму выплатили. За исключением тех, кто обанкротился. Но центральный банк в результате вышел с положительным сальдо, он заработал на этом, а отнюдь не поддержал и не поддержал. Вот этот миф по поводу того, что подарили банкам в восьмом-девятом году, предоставили ресурсы за деньги, и потом получили за это очень приличную плату. Сколько дали денег АвтоВАЗу в восьмом году? Сколько миллиардов долларов? То есть много дали. Дали, конечно, давали крупным компаниям... АвтоВАЗ — это банк? АвтоВАЗ — это не банк, но вокруг АвтоВАЗа есть много чего интересного. Тогда вот если давали деньги каким-то корпорациям, то не надо при этом крайними делать банки. Ну и согласны, но некоторые корпорации имеют банки, вы это прекрасно знаете. Поэтому вливание в сектор такой банковский, промышленный был очень большой. Население в этом случае действительно своими гигантскими выплатами по потребительским кредитам экономику тоже поддержало. Если можно, давайте выслушаем Алексея, который к нам все-таки дозвонился. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Если можно, коротко, потому что у нас очень мало времени. Да, у меня вопрос такой, как раз вот и Дмитрий находится, да, и представитель как бы банковской области. У меня вопрос такой. Если человек, потерявший работу, имеющий кредиты, обращается в банк с заявлением, что он работу потерял, сейчас платить не может, дайте мне отстрочку, рефинансирование, еще что-то, банк ему категорически отказывает, начинает его прессовать и так далее, что давай выплачивай, заговорил у нас этого нет, куда он может обратиться? Понятно. Есть ли выход из этого? Понятно, спасибо. Пока, пока к любимому депутату Государственной Думы, который не хочет принимать закон о персональном банкротстве. Вспомните, за кого вы голосовали. Некоторые из них уже покинули эти ряды. Вот, например, господин Ананев ушел у нас в Совет Федерации. Или к финансовому омбудсмену, если банк подписал декларацию и проклиентский ориентирован, то во многих случаях они рассматривают такие обращения от омбудсмена и стараются, если видно, как потом будет расплачиваться. Но пока закон, к сожалению, не на вашей стороне и, к сожалению, нужно продавать все и выплачивать. Да, или лучше просто не брать кредит. Или не брать. Да, лучше отказаться от машины. Нет, лучше не терять работу. Лучше не терять работу. Знаете, это не от нас зависит, по большому счету, потеряем мы работу или нет. Это от ситуации зависит. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Это была программа «Парадокс». До встречи. Спасибо.